Всех поклонников Laravel я приветствую на канале CutCode! Конец месяца и время подвести итоги обновлений Laravel. Сегодня я вам расскажу и покажу наиболее интересные нововведения Laravel за март. Погнали! Итак, начинаем с обновления 9.3. Появилась новая опция у Artisan команды Road List, которая исключает роуты от сторонних пакетов. Если взглянем на Road List по умолчанию, то увидим здесь и LifeWire, и Ignition, и многое другое. Но теперь с новой опцией, давайте попробуем Accept Vendor, у нас останутся только роуты нашего проекта. Идем далее по 9.3. У Eloquent Builder и Query Builder появился новый метод VeryNode, ну и соответственно OverNode, который позволяет работать с оператором SQLNode. В нашем случае результат будет следующим. Также этот метод позволяет передать callback функцию. И еще в рамках 9.3 у валидатора, а именно в рамках переопределения кастомных сообщений об ошибке появились два важных параметра, а именно индекс и позишн. Соответственно, индекс от нуля, а позиция от единицы. Тем самым при валидации вложенных массивов в сообщении мы также можем указывать на позицию ключа. Также присутствуют параметры для второго уровня, третьего и так далее. Важное нововведение для удобства сообщений об ошибках. Определенно берем на вооружение. Переходим к апдейту 9.4 и немного о миграциях. Теперь тип чар можно изменять. Казалось бы ничего особенного, но раньше это вызывало ошибку. Все еще 9.4 и крайне важное нововведение в Middle War по верификации CSRF токена. Теперь мы можем переопределять формирование токена и главное, что теперь есть возможность работать с наименованием. Все еще 9.4 и новый метод Eloquent и Query Builder, а именно SolValue, который возвращает только лишь значение указанного поля. Ранее был метод Value, который делает в плане возвращаемого значения то же самое, а также был метод Sol, который возвращает объект и имеет логику, что если записи нет или их больше чем одна, то нас ждет exception. Вот такой как я вам сейчас покажу. Метод SolValue объединяет два метода Sol и Value, сохраняя логику работы метода Sol, но возвращает просто значение, а не объект. Далее идем по 9.4 и здесь все просто. У класса по работе со строками новый метод, делающий первую букву строки в нижнем регистре. Ничего особенного, просто синтаксический сахар над нативным PHP методом. Не уходим далеко от класса по работе со строками, но переходим к апдейту 9.5 и у нас здесь новый метод Wrap, который оборачивает строку указанной в параметрах строкой. В этом случае строка Laravel будет в кавычках. Далее по 9.5. У коллекции расширен метод Implot. Теперь он может принимать в виде параметра Callback функцию, что упростит нам в некоторых моментах жизни. На примере два абсолютно идентичных действия, которые выводят имя и фамилию всех юзеров через запятую. Как видим, ранее нам был также необходим метод Map, чтобы организовать конкатенацию двух значений. Теперь же подобные кейсы будет проще реализовать в рамках одного метода Implot с функцией. Как видим, результат получается одинаковый, но код становится лаконичнее. И напоследок по 9.5. Два нововведения в рамках тестов. Первый. Метод AssertJsonPath для удобства сравнения значений от HTTP ответа в рамках вложенных данных, где мы также можем указывать иерархию в виде точки. И это само собой работает. Ну и во-вторых, два новых метода FreezeTime и FreezeSecond. И это просто синтаксический сахар над методом TravelTo для нашего с вами удобства, чтобы фризить время во время выполнения тестов. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Получился небольшой выпуск, апдейтов выходит немного, но освещать мы их все равно будем. Благодарю вас за лайк, который вы только что поставили, и за подписку тех, кто этого еще не сделал. Также напоминаю про наш телеграм-канал, где также выходят все материалы, и который становится все более актуален из-за возможных блокировок. Еще раз всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике на канале CutCode.